ТОПДИДЖЕЙ КОМ. ЖИЗНЬ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ. Потому что в последнее время очень много организаторов жалуются, что все меньше и меньше людей приходят на вечеринки. Поэтому, я так понимаю, эту тему мы здесь и поднимаем. Я живу в городе Ровно, представляю организацию VDM Production. Мы организовываем масштабные ивенты, плюс клубные мероприятия. Я считаю, что мы это делаем довольно успешно. Для того, чтобы вы понимали, я хочу сейчас для начала поставить видео из нашего последнего Раива, который был в городе Ровно. Так, чтобы вы понимали, о чем мы будем говорить. Это город Ровно, это Кристиан Бернс, который выступал у нас. Киев тоже был у нас. То есть, небольшой город с населением, 250 тысяч населения. Выступали Альин Филла, Ричард Дюрант, Кристиан Бернс. То есть, довольно очень сильный состав был музыкальный. Что для города Ровно, это, наверное, все-таки космос. Ну вот, мы посмотрели фестиваль Explosion, который проходит в городе Ровно. Организатор VDM Production. И вернемся к нашей теме развития электронной музыки в регионах. Как я уже говорил, что очень много организаторов начинают жаловаться, что все меньше и меньше людей начинают приходить на электронные мероприятия. Потому что клубы сейчас больше стараются коммерческий формат держать. То есть, я даже сказал бы, может быть, даже попсовый формат. И, собственно говоря, проблема, она есть. Эта проблема есть. Я даже вижу по нашим мероприятиям, что людей тяжело собрать. И даже порой бывают такие моменты, что тяжело сработать в ноль. Но мы работаем. Я понимаю, что мы очень сильно любим эту культуру. И поэтому мы стараемся делать и поднимать весь этот момент. И очень важный момент, что я считаю. Это в каждом регионе по-разному дышит и живет электронная музыка и вообще клубная культура. Я сам нахожусь, живу на западном регионе. Я все-таки считаю, что западный регион ближе к Европе. И гораздо по-другому вообще, по-иному развивается вся эта культура. Потому что очень много людей учатся в Варшаве, вообще в Европе и ездят на различные ивенты. И посещают, и получают, соответственно, какую-то информацию. Вот. Это очень важный момент. Следующий момент финансовые возможности молодежи. Потому что, если в восточный регион больше денег крутится, но, как правило, эти деньги не доходят к молодежи. Соответственно, у них нет денег ходить на вечеринки, платить за вход, платить за хорошее шоу, платить за хороших музыкантов, для того, чтобы их послушать. Вот. Это тоже очень важный момент. Каждый регион, он отличается. Он отличается не только музыкой, а еще и ментальностью людей. Вот. И в каждом регионе развивается все по-разному. Начиная как и музыкальные стили, которые там более актуальны, и заканчивающие многими факторами. Вот. Еще один момент очень важный. Развитие нового поколения. Потому что, когда мы начинали делать вечеринки, это был 99-й год, 2000-е годы. Мы делали очень большой упор на развитие нового поколения. Это очень главный момент. Потому что, если сейчас в основном в клубах играет коммерческая музыка, попса и прочее, вот. Молодежь не развивается. Им не интересна, на самом деле, электронная музыка. И вот с этой проблемой очень сильно сейчас столкнулись регионы. Все меньше и меньше людей и вообще возможностей послушать электронную музыку, для того, чтобы получить какую-то новую информацию. Это очень важно. Вот. Что касается качественного ивента, я хотел сказать. Очень важный момент тот, что время идет, и музыкальная актуальность, она постоянно меняется. Если когда-то организовывали там хардкор шранц-вечеринки, и они собирали очень много людей, сейчас эта музыка, она как бы не актуальна, и люди просто на нее не придут. Очень важно, на самом деле, определиться со стилем музыки, который мы продвигаем, и с той клиентурой, которая, ну, ходит к нам. Вот. Я хотел бы попросить, на самом деле, фотки сейчас вечеринок поставить на фон. Пусть. Наших. А, вот, кстати, Константин хочет добавить пару слов. Всем добрый вечер, я наукраинский. Да, власне, чему мы показали вам саме это видео? Потому что для нас, как для организаций, и для Ривного, и Захидного регионов, в принципе, это достаточно сильный ивент, в том плане, что в Ривном, никто до нас такого не делал. Как минимум, они привозили такий, как бы, склад артистов. Той же Бьорн, Салян, Фила, то все очень сильный, как бы, иди на нас. Потому что, понимаете, на Захидной Украине есть Львов, место миллионник. И с ним, как бы, конкурировать очень тяжело. Луцк, в принципе, ничего серьезного не делает, в принципе, по таким масштабным ивентам. Поэтому, это, что мы вам показали, это, как бы, на данный момент, на данном этапе нашей деятельности, достаточно для нас, как бы, есть серьезный ивент. В том плане, что, где, когда стаёт выбор, або ты везешь кого-то, на кого придут люди, где ты заработаешь купу грошей, очень много, но это, в принципе, никому не будет цікаво, потому что это будет просто попса. Або ты пытаешься сделать серьезный, ближе к Европе, ивент, привозячи хороших людей, рисковывая, значит, ты можешь рисковать, даже не сделавшись и не вышившись в нуль. То есть это очень важный аспект при организации вечерок в регионах. Потому что, я повторюсь, как Юра сказал, для нас, если так можно, очень близко Европа, и все очень часто, все учатся там ездят, им есть чем сравнивать. И поэтому очень тяжело удивлять нашего клабера чем-то интересным. Это один, по-моему, из самых важных аспектов, что всегда надо чем-то удивлять и попытаться идти до Европы. То, что, в принципе, наша организация и намагается на ивентах сделать. Ну, на жаль, не очень воспринимается нашими людьми, потому что не звукли наши люди, что на нашем регионе все мое быть от пакета для сметания одного кольора до, я не знаю, там, до одного же кольора жетончиков для гардероба. А это все витрати, как бы. Вот за что мы боремся, это за Европу, если так подытожить. Ну, и еще один момент, который я хотел бы поднять, это очень важный. Очень важные факторы для хорошего ивента, во-первых, это хороший гость, федлайнер, на которого можно собрать людей, и который, в принципе, играет музыку, которую люди слушают, которая актуальна. Я лично хотел бы выделить момент рекламы, потому что реклама – это двигатель прогресса, и это очень важный момент. То есть, лично, зная по своему опыту, получается договариваться даже на партнерских условиях работать, чтобы минимализировать затратную часть. Можно, в регионах можно договариваться и за размещение бесплатного на радиостанциях роликов, на партнерских условиях. То есть, это очень важный момент. Ну, и желательно задействовать максимально все. Если у меня есть возможность даже в коммерческих газетах дать рекламу бесплатно, я всегда ее туда даю, потому что, может быть, хоть пару человек, но они все равно увидят и придут. Плюс, очень важный момент – спонсоры финансовые. Многие организаторы плачутся, что люди не хотят выделять на это деньги. Если правильно все делать, правильно расписывать коммерческое предложение, я думаю, что можно найти финансовых спонсоров. В любом регионе. Это такой момент. Ну, и подытожить наш весь этот момент. Я лично, мои пожелания. Регионам не опускать руки, любить электронную музыку и развивать ее, и поднимать вообще культуру в своих городах. Потому что это очень важно. Спасибо. Костя. Спасибо. 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 Спасибо.